Погрузиться в мир медицины и узнать тонкости профессии. Ученикам лицея номер 12 провели увлекательную экскурсию по Химкинской областной больнице. Показали новое высокотехнологичное оборудование, в том числе реабилитационное. Мероприятие прошло в рамках проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия». По мнению главного врача Химкинской областной больницы Владислава Мерзонова, медицина сегодня нуждается в молодых квалифицированных кадрах. Поэтому такие мероприятия способствуют росту интереса к одной из самых важных профессий. Привлекают выпускников школы в медицинские учебные заведения. Сегодняшнее мероприятие, когда мы пригласили детей сюда, это рассказать о нашей больнице, наметить паути сотрудничества, показать наше отделение. Можно сказать, что это день открытых дверей для наших будущих сотрудников и коллег. Мы реально ждем, ждем молодую кровь, молодые кадры, мы ждем грамотных, неравнодушных людей. На презентации рассказали о льготах для молодых специалистов, о возможностях профессионального роста. Далее самое интересное – осмотр отделений, лабораторий и оборудования. В больнице большие возможности для реабилитации пациентов с повреждением опорно-двигательного аппарата. Если рука не работает, парализованная, вот, пожалуйста, за нее делает аппарат движения. Вот так. Пассивно. Здесь совсем пассивно. Ребятам удалось не только увидеть медицинские приборы и тренажеры, но и испытать их действия на себе. В больницу попасть можно только по направлению из поликлиники. По-другому сюда не попадешь. У вас выдался такой шанс замечательный побывать здесь и сейчас. Не то, что постоять, сбоку посмотреть, а что это там вы делаете такое, а потрогать, как это работает. В химках образовательные мероприятия, посвященные вопросам здоровья, проводят регулярно. Своим опытом делятся доктора и эксперты. В лицее 12 есть профильный класс медицинский. Большое количество часов как раз-таки дети посвящают химии и биологии. И сейчас, в ноябрьские дни школьных каникул, мы решили провести для них такой увлекательный химико-биологический марафон. И в рамках этого марафона приглашаем на встречу либо интересных людей, связанных с медициной, либо посещаем медицинские организации. За последние 10 лет при поддержке губернатора Андрея Воробьева в химках открыли 16 поликлиник, в которых работают более полутора тысяч медработников. Елена Тараненко, Вильфрид Дембковский. Новости Химки ТВ.